Ну давайте начнем. Да, и потом, потом я вам покажу презентацию Михаила Алексеевича Саватеева, который несколько лет назад, шесть лет назад, пошел учиться в седьмой класс 179-й школы, выдержав до этого конкурс «25 человек на место», который в эту школу есть. Большим трудом он еле-еле вполз, там был вопрос, что делать с примерно пятью-десятью детьми, примерно одинакового уровня, все очень крутые, но как бы класс-то 25 человек, а не 50. И непонятно было, то есть вот это как бы бутылочное горло как пролезть. И он сделал подборку, он кроме того, что он учится на физтехе, он вообще занимался математикой, олимпиады всякие выигрывал. Он еще был все время в отряде, разнофодоростном отряде «Надежда» в Преображенском районе, в Москве. Такой отряд, который 60 лет существует, очень клевая тусовка. Они там походы ходят, выезжают на выходные, там проводят сборы. И вот он составил такое как бы попури из самых симпатичных задач, которые ему встретились на собеседовании в 179-ю школу. То есть это те задачи, которые должны были решать шестиклассники весной. Ну вот грубо говоря, сейчас, наверное, надо считать, что это семиклассник, потому что там с весны, летом же никто ни хрена не делает, поэтому уровень вряд ли растет. То есть нужно считать, что это как бы нынешние семиклассники должны к себе прикидывать, как бы они эти задачи решали. Собранные, в общем, в основном наиболее легкие задачи собеседований, хотя некоторые такие заковырками будут. Но не сразу, потому что сразу я хочу привести одну задачу из Олимпиады 444-й школы. У меня тут большая подборка задач, и мы там какую-то часть из них успеем разобрать. Ну и как бы сказать, вот задачу можно сформулировать и сразу решить, но это не очень интересно. То есть я буду всегда давать некоторое время на раздумья и на идеи. То есть вы как бы попробуйте из зала прям кричать, какие идеи, какой-нибудь идея пришла в голову. Пока это не превратится в полный бардак, пока все не начнут кричать. Попробуем так. Потом, может быть, там будем поподнять руки, смотреть. Ну и начнем вот такой вот симпатичной задачки, видимо, для того, чтобы все проснулись после лета. Вот вернулись. Это у Светы Саватеевой. Это у моей дочки, которая пошла в 6-й класс, в 6-й Т-класс математический, 444-й школы. И у них, значит, 2 сентября прошла Олимпиада. И вот, значит, несколько задач здесь. Несколько задач. И вот одна из них такая. Есть 9 квадратиков, в которые вписаны 9 цифр. Сейчас надо будет исследовать, как работает эта система. Так, ну виден, да? Квадратик виден? Так, я должен так делать, чтобы не загораживать. Я буду отходить в сторонку. Так. Так, пока не поздно. Можно ли черный заменить? Видите, он плохой. Он сейчас испишется буквально за несколько минут. Кто из организаторов, да, местных, можете притащить хороший черный фломастер? Потому что этот не пишет почти. Так, вот такие квадратики. Бывает, что у кого-то в зале есть фломастеры, если кто-то… Спасибо огромное! Народная… Народ, сила! Вот, значит, и рисуем мы 9 квадратиков, и в них вписаны цифры, как вы догадываетесь. Различные 9 цифр без нуля, вписанные в эти квадратики. И дальше поставлены стрелки от меньшего к большему. Вот так вот. Вот, например, здесь меньше, чем здесь. А здесь меньше, чем здесь. Вот, а здесь меньше, чем здесь. Такие, видите, реки текут, да? Здесь текут реки. Вот, так, так, вот так течет, да, река. Вот так течет река. Так, вот так течет река. Вот так, так, и вот так. От меньшего к большему. Сравниваю картину, и все верно. Подошел хулиган и стер некоторое количество цифр. Осталось семерка и пятерка. И все. Восстановить вот эту цифру. Думаем. Спасибо большое. Думаем. Думаем. Так. Что, мгновенно решил? Я над ней две минуты думал. Честно скажу. Я долго, упорно ее восстанавливал. А тут вот раз и сразу правильный ответ. Молодец. Так прям в уме, да, быстро все прикинул? А, на тетрадке нарисовал, да, быстренько? Ага. Значит, ну давайте сейчас я не буду записывать ответ, а мы к нему придем. Это такая разминочная задача, конечно. То есть, вот как бы, первая идея, что там, где меньше всего стоит единица, она не обязательно верна. Вы понимаете, да, что, в принципе, может быть так, что единица где-то еще. И здесь, например, двойка. Но, внимание, если единица где-то еще, а здесь двойка, тогда где же единица? Из единицы заведомо все стрелки выводят вне. Правильно? Значит, если на картинке два места, откуда все стрелки выводят вне, то там вопрос, где из них единица. Но в нашем случае у нас ровно одно место, из которого обе стрелки выводят. А в этом случае очевидно, что это единица. Теперь дальше. Дальше такой интересный момент. Какой путь может быть? Путь, да, то есть я так вот как бы медленно рассказываю, чтобы путь решения был понятен. Не просто как бы мы решили и все. Значит, из пятерки назад можно пойти вот так вот, три шага. Если бы из пятерки назад можно было бы пойти четыре шага, то они бы восстанавливались однозначно. Правда? Один, два, три, четыре. Если три, там уже есть некоторый выбор. Но что мы замечаем? Что вот это число тоже меньше пятерки, потому что вот две стрелки. Значит, и это число меньше пятерки, и это, и это. Что из этого следует? Что там два, три и четыре. Да, более того, здесь точно четыре, потому что эти два меньше. Тут два или три, тут два или три. Это мы пока не понимаем. Что еще видно сразу? Правильно, у нас из семерки ведут две стрелки наверх, да? Значит, это восемь и девять. Ну и все, потому что неважно два или три здесь и здесь. Может так, а может и наоборот. Оба варианта годятся. То есть решение не единственное, но ответ единственный. Ответ шесть. Так, это задачка для разгона. Это задачка для разгона. Так, теперь я, пока я буду стирать, я задам вопрос. Потом я посмотрю, кто уверен, что у него правильный ответ на этот вопрос. Так, только как тут это надо стирать? Это какая-то тряпка. А, вон, извиняюсь. Все-все-все, все хорошо. Все хорошо. У меня тут такой, как сказать, этот выезд, он ужасно насыщенный. Вчера я прилетел в Перми и выступал в Перми. Ночью ехал, первую половину ночи ехал в Екатеринбург, вторую половину ночи досыпал в Екатеринбурге. Вот. Потом, значит, выступал на конференции здесь. Потом в Хоровом колледже, математика и музыка. Сейчас здесь и еще вечером в Сесерть поеду и там буду. А завтра, куда я завтра поеду? Челябинск. Куда в Челябинск? Угадайте с первого раза. Тридцать первый лицей. И второе место тоже с первого раза. Нет. Нет. Точнее, не так. К кому я поеду в Челябинск после тридцать первого лицея с первого раза? Кто-то, по-моему, сказал правильно. К одиозному деду. Математика и фокусы. Совершенно верно. И мы будем записывать какие-то ролики к нему на его миллионный канал. А еще я у него в школе тоже буду выступать. А вопрос пока я стираю такой. Вы садитесь на канатную дорогу. Внизу. Сели на канатную дорогу. Или вверху. Неважно. И едете ровно один. Вот как бы снизу вверх. Вот, например. Да, давайте для определенности. Сели внизу и едете вверх. Какой процент кабинок канатной дороги вы встретите по пути? Я стираю, а вы подумайте немножко. И потом поднимет руку любой, кто считает, что знает правильный ответ. И я наобум кого-то спрошу. Задача Коли Андреева. Которая в Квантике. Или нет. Или Сережа Полоскова. Блин, я вот сейчас могу налажать. Не помню. Ну, короче, она в Квантике дана. Кого-то из них или еще кого-то. Она была в Квантике. Отлично. Хочу посмотреть, сколько рук. Так. Ну, давай, ты. Сто процентов. Молодец. Вас не подкуешь тут. Ну, обычно говорят половину. То есть, как бы, такой естественный направшийся ответ, что половину. Но сел, вот ты полпути проехал, значит, увидел половину. Но если вы вдумаетесь в задачу, вы поймете, что вы видите абсолютно все кабинки по пути. И те, которые сзади вас, те, которые спереди, вы все равно концерксов увидите. Вот. Так. 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 Все. Вся. Так, вот это как бы для матшкольников, наверное, устная. Я ее смог в уме решить. Всю поверхность куба 13 на 13 на 13. Такой кубик Рубика. Но размеры 13 на 13 на 13. Покрасили в красный цвет. Затем этот куб распилили на кубики 1 на 1 на 1. На маленькие кубики. Все грани кубиков 1 на 1 на 1, не покрашенные в красный цвет, покрасили в цвет синий. Ну, я бы сказал, в зеленый, наверное, да, как давний любитель команды Локомотив. Но здесь, видимо, любитель команды ЦСКА набирал задачу. Так. Во сколько раз суммарная площадь синих или там зеленых, да, грани больше суммарной площади красных грани? Так. Пока правильного ответа я не слышал из зала. Очень быстро. Вообще. Да. Да, друзья, это вообще да. Ну, давайте ее аккуратненько так сейчас порешаем. Аккуратненько так порешаем. Значит, ну, она такая, она вполне… Она даже, я бы не сказал, что олимпиадная, но просто такая задача как бы на аккуратный просчет. Значит, итак, у меня 13 умножить на 13 умножить на 13, да, кубиков, правда? А граней сколько? Еще на 6, правда? Это значит граней. Так. Осталось понять, а сколько граней было покрашено в красный цвет? Поверхность какая? 13 на 13 на 6. Ну, и дальше все очевидно, да? То есть, вот один из этих 13, вот 13 умножить на 13 умножить на 6 красных, а 13 на 13 на 13 на 6 всего, значит, 13 на 13 на 12 на 6 будут синие или, соответственно, зеленые. Ну, вот такая, вроде как, задача-то простая, но что-то как бы не все наши матшкольники в 6 классе с ней справились. Видимо, лето дало о себе знать. Лето, наверное, дало о себе знать. Так, ну что, давайте запустим, запустим Мишину презентацию. Сейчас на некоторое время, на некоторое время мы переключимся на экран. Так. Ах ты, блин, да. Сейчас. Значит, там на самом деле Мишка упростил эту задачу. Она формулировалась так. Существуют ли такие числа, что сумма цифр одного равна 28, другого 29, значит, сумма 30. Но он упростил и сделал так, чтобы она формулировалась через придумайте. То есть ответ уже здесь есть, ответ существует. Так. Нет, нет, сумма цифр только у положительных считается. Ну, мы будем считать. Только у положительных. Опять же понятно, у кого первый готов ответ, тот. Поднимает руку. Так, уже? Давай. Прекрасно. Какой класс? Восьмой. Так, все отлично. Ответ уже есть. Но как бы тут, да, тут это… А, собственно, зачем я направился к доске, когда у Миши есть заготовленное вместе с ответами? Вот, значит, действительно, авторский ответ, но тут даже два приведено. Авторский ответ, видимо, самый простой, который есть. У меня был, когда я решал гораздо более сложный какой-то вычурный ответ весь. Вот. Так, сейчас, стоп. А, и это как раз такой, да, хитрый, а вот совсем простой, да, который вот сейчас был сказан, да. Но есть, на самом деле, очень много вариантов. Тут надо просто понять, что должно произойти. То есть должны девятки с девятками подсократиться, да, и в конце концов выпадет, значит, смещение просто на регистр и все. Так, следующая задача, она меня вела в ступор полностью, и мне пришлось запрашивать подсказку. Дан квадрат 7 на 7. Ну, скажем так, я думал 5 минут примерно, после чего сказал, Миша, что-то я больше, наверное, это самое, что-то я как бы не готов, мне купаться уже хочется, идти на Байкал, да. Дай мне подсказку. И он мне дал маленькую подсказку, после чего я быстро решил. Разрезать его на вот такие фигуры. Что это означает? Это означает, нужно представить его в виде объединения фигур вот этих трех типов. Ну, не обязательно все три использовать. Ну, как бы просто использовать какое-то количество одних, какое-то количество вторых, какое-то количество третьих. Может быть, в каком-то случае, может быть, и пустое. Ну, вот я даже не знаю сейчас вот как бы подсказочку, может быть, сразу дать или нет. А? Что? Нет, одними квадратиками не выйдет, тут 7 на 7. Да? Идея, да? Так. Да, но там останется полосочка. Я сидел и думал, как это все переменить, как переставить, переделать. Ну, в общем, вот через пять минут я понял, что я ничего не могу сделать. И попросил подсказку. Вот сама по себе подсказка. Я ее нарисую на доске. Пока я просто нарисую этот 7 на 7. В общем, я не знаю, если кто-то решит без подсказки, это, конечно, очень прям круто, но я не знаю, насколько это вообще возможно. Так. Да, я пока только нарисую сам квадрат, а подсказку уже чуть позже. Так, сейчас надо. Дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ. 4, 5, 6, 7. Отлично. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Так. Я его здесь нарисую. Ну, в общем, если кто-то разделит, просто подходите на сцену и показывайте мне бумажку. Давайте я действительно дам некоторое время тем, кто хочет прям взять и самостоятельно ее решить. Вот. Давайте. Что, есть? Есть! А здесь сразу будет видно. Лучше на бумажке. Нарисуй на бумажке. Нет бумажки. Ай-яй-яй. Пойдем нарисуешь на моей. Я просто не хочу сразу выдавать, да, если это будет правильный ответ. Так, у тебя ручки-то есть? Ручки тоже нет, да? Так. Ну, возьми туда ломать. О, спасибо огромное. Так, держи ручку. Держи вот эту бумажку. Ну, и, короче, здесь нарисуй семиугольник. И как его делить? Только давай вот так сделаем. Вот сюда вот вставай. И давай. Так, а у нас идет ответ. Да? Да. Так. Да! Дай руку пожму. Где учишься? В девятой гимназии. В девятой гимназии. Респект и уважуха. Как зовут? Максим. Какой класс? Какой класс? Восьмой класс. Офигеть. Ну, вот у нас правильное решение без всяких подсказок. Вот оно, разделение. Круто! Давайте похлопаем. Ну, и, наверное, теперь я уже могу дать, ну, как бы не только подсказку. Давайте я прям скажу, какую подсказку дал мне Миша, после чего я уже все решил. Он, что, не хотите? А, ой, прошу прощения. Все, все, все. Вот так, да? Ну, ладно, закрывайте глаза, кто не хочет видеть. Ладно, подсказку? Закрывайте глаза. Смотрите вниз только. Все, что Миша сделал, это он вот так сделал. Все, больше он ничего мне не сказал. Этого мне было полностью достаточно. После этого я решил, я думал, что что же я так тупил-то. Мог бы сам догадаться, но сам-таки не догадался. Вот. Ну, вот сейчас я оставлю эту картину. Значит, кто хочет, тот, используя подсказку, пытается дальше понять, что происходит. А кто, значит, не хочет, тот смотрит вниз. На свою тетрадь рисует. Возьми зеленый, чтобы было видно границы этих самых. Вот. Так. Хотите, я накидаю еще одну для тех, кто уже это решил или кто как-то не склонен ее решать, а хочет посмотреть разбор по науке. Эта задача после этой подсказки решается по науке полностью. Значит, задача такая. В сказочной стране. В сказочной стране жили 100 рыцарей, 99 принцесс и 101 дракон. Рыцари убивают драконов. Драконы едят принцесс, а принцессы изводят до смерти рыцарей. Вот такая вот постановка. Я не знаю, кто это сочинял и что у него в голове и в душе, но вот такая получилась постановка задачи. Древнее заклятие запрещает убивать того, кто сам погубил нечетное число жертв. Через некоторое время в этой стране остался всего один житель. Кто это? Почему? Как провести рассуждение? Нет, устроить ситуацию, при которой получится дракон, да? Наверное, можно. А как доказать, что только дракон может быть? Есть еще какие-то? Есть мысли вслух? Вот такая задача по лодике. Задача по лодике, пока кто-то все-таки хочет самостоятельно разобраться с той. Задача по лодике. Но давайте, например, вот, а, ну, нет. Ну, тут вот, да, из зала был правильный ответ, но давайте попробуем порассуждать. Допустим, давайте вот так рассуждать, от противного, да? Нам известно, что остался только один житель, да? Только один. Допустим, это рыцарь. Заглядываем. У нас сто рыцарей, да? Так. Значит, если это рыцарь, то убито двяносто девять рыцарей. Так. Двяносто девять рыцарей. А кто у нас убивает рыцарей? Принцессы убивают рыцарей, да? Рыцарь убивает принцессы. А если убито двяносто девять рыцарей, то какой вывод из этого можно сделать? Какая-то принцесса, продолжайте, убила нечетное количество рыцарей. Итак, логическое рассуждение. Предположим, что в живых остался рыцарь. Это значит, что двяносто девять рыцарей убито. Следовательно, какая-то из принцесс сжила со света нечетное количество рыцарей. Иначе, в сумме, они бы убили четное количество рыцарей. Тогда кто же убил эту принцессу? А запрещено по закону древнему убивать того, кто убил нечетное количество. Соответственно, эту принцессу нельзя было убить, а значит, она должна была тоже остаться, что противоречит тому, что остался один человек. Отлично, с рыцарями разобрались. Предположим, что в живых на самом деле осталась принцесса. Что из этого следует? Что следует из того, что в живых осталась принцесса? 101 дракон, в живых одна принцесса. Так, что-то я запутался. У меня было все очень просто дома. Предположим, что в живых осталась принцесса. Да? В живых осталась принцесса. Так, 101 дракон. 101 дракона. 101 дракона убили рыцари, да? Если в живых осталась принцесса, значит, драконы все убиты. Тогда один из рыцарей убил несчетное количество драконов. Правильно? Тогда кто же его убил? Опять противоречие. Осталось понять, что дракон один остаться может. Но для этого надо построить схему убийства. Вот такая как бы граф убийства. Кто кого убивает. Да, построил, да, уже? Давай. Давай. 50 рыцарей убивают 100 драконов. По два, да, каждый. Так. Дальше происходит что? Одна принцесса просто убивает всех 100 рыцарей и все. Такая прекрасная девушка, да, извела 100 рыцарей на тот свет. Прикиньте, да, как классно. Вот. И тогда все эти принцессы убили четное число. Одна ноль, одна стоя, остальные по нулям. Ну, их всех этот оставшийся дракон и убивает. Правильно? Все. Восстановили. Ну что, перейдем к этой? Все, надо разбирать. Надо разбирать. Итак, смотрите, что здесь происходит. Каждая из фигур, каждая из фигур, только одну красную клетку может покрыть. Только одну, не больше одной, не больше. треугольник треугольник вообще может не покрыть красных клеточек. Но, по крайней мере, ни одна из трех фигур не может покрыть двух красных клеточек. Согласны? Что из этого следует по количеству фигур? Их не менее 16. Давайте за х обозначим те, которые трешки, а за у суммарно вот такие и такие. Да, да, сейчас я заменю. Так, за х мы обозначили количество трешных, за у мы обозначили количество четверешных, причем ну как бы и таких, и таких в сумме. И мы говорим, что так, как они должны в объединении покрыть 16 красных клеток, и каждая из них покрывает не более одной, то значит всего наших фигурок никак не меньше чем 16. Какое второе равенство я напишу? Да, 3х плюс 4у равно 49. Вот если вы в это вдумаетесь, вы поймете, что это почти противоречие, ну как бы не противоречие, но это оставляет очень мало вариантов, потому что смотрите, 3х плюс 3у больше или равно 48. Это я это умножил на 3. Правда? Итак, 3х плюс 3у больше или равно 48, а 3х плюс 4у равно 49. Из этого следует, что у или 0. у не может быть больше, единица, потому что иначе мы вылетим сразу за предел 49. у равно 0 или у равно 1. Случай у равно 0 приводит к уравнению какому? 3х равно 49. Неразрешимому в натуральных числах. 49 на 3 не делится. Значит, этого случая нет. И мы приходим к выводу, что из этих двух фигур, двух видов фигур, мы можем вообще использовать ровно одну фигуру, либо один квадратик, либо один этот самый. Все остальные фигуры должны быть треугольниками. Ну, а когда мы это поняли, остается уже детский сад. Когда мы поняли, решений очень много на самом деле. Просто здесь надо было допереть до того, что почти все фигуры будут на самом деле треугольниками и других вариантов нет. после того, как мы до этого доперли, мы спокойно делаем. Например, можем выделить вот такую фигуру 2 на 3, которая заполняется двумя треугольниками прекрасно. Ну, ее мы можем как-то протранслировать. Я вот сейчас наугад делаю. Может быть, у меня сразу и не получится. Сейчас поглядим. Так. Так. И вот здесь возникает вот такая. Все. Вот даже получилось. Сейчас я обведу границы более красным фломастером. Более красным. Так. Значит. Ну, когда я нарисовал такой, ясно, что он разделяется на два треугольника, поэтому как бы можно уже не разделять. Ну, ладно, допустим. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. И оставшееся легко. Тут вот в данном случае получился вот этот вот, а все остальные трешки. Но я бы мог в принципе вот здесь поставить трешку, и тогда остался бы квадрат. То есть совершенно заменяемо. Можно использовать один квадрат, можно использовать одну загоголину. И так и так годится. суть в том, что она ровно одна. Вот такая вот задачка. Напоминаю вступительный седьмой класс четыре сорок четвертой, ой, сто семьдесят девятой школы. Так. Ну, что же. Стираем здесь все. Стираем здесь все. Ай-яй-яй. Какая красота. Так. А есть у кого-нибудь спиртик с собой? Так. Случайно. Мало ли для медицинских нужд или что-то, да? Сейчас бы можно было стереть с доски тогда. А-а-а! Спасибо! А как если... А, вот так, да? Так. Сейчас. Попробуем, как пойдет. Так. Ну, что-то такое, да? Что-то в этом роде. О! У меня уже... Да, целый... Целый буфет, можно сказать, этот самый бар. Бар. Так. Другая попытка. Вторая попытка. Так. Так. Ага. Ну, общими усилиями мы в принципе уже почти ликвидировали, правда? Нормально. Все, пусть подсыхает. Следующая. Давайте переключим на этот самый. переключите, да? О! Так. Сейчас. Ага. Вот. Ну, вот. Мишин ответ. Ну, вот как бы он на основе вот этой идеи, но он тут совсем регулярно сделал, просто квадрат засунул туда и дальше куча треугольников. Так. Ну, и тут там некие объяснения, да, вот пример с этим, с черным. Так, следующая задача. На полянке сидели обезьяны, у каждой было несколько бананов и несколько ананасов. Оказалось, что никакие две обезьяны не могут переделить между собой свои фрукты, не ломая их так, чтобы у них было поровну и бананов, и ананасов. Какое наибольшее число обезьян могло сидеть на поляне? Задача устная для школьников мат-классов. Устная. Сейчас посмотрим, кто первый. Итак, то есть я ее решил устно, скажем так. На полянке сидели обезьяны, у каждой было несколько бананов и несколько ананасов. Оказалось, что никакие две не могут, никакие две не могут переделить между собой свои фрукты, не ломая их. Так, чтобы у каждой было поровну и бананов, и ананасов. Какое наибольшее число обезьян? Ну? Нет. 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 Вон, следующий за тобой. Да. 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 Четыре. Четыре. Правильно. Так, один правильный ответ уже есть, но давайте я подожду еще два правильных. Тут такой большой зал, что когда в одном месте правильный ответ, в другом могут и не услышать. Так, покажи на руке сколько. Молодец. Молодец. Нет. Нет. Да. 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 Все. Много народа уже понял, что четыре. Задача на самом деле она совершенно устная, потому что суть только в том, чтобы четность совпала и по бананам, и по апельсинам. Это две координаты на плоскости. Координата бананная и координата апельсинная. Если две обезьяны имеют одинаковую четность количества бананов и одинаковую четность количества апельсинов, они прекрасно их поделят. Но вариантов для четностей сколько? Четыре. Чет-чет, чет-нечет, нечет-чет и нечет-нечет. Как только в каком-то из вариантов больше двух обезьян, все, они уже поделили. Поэтому максимум четыре. Вот Мишина. О, как он. Ничего себе. Вот я даже близко так не умею делать. Могло сделать максимум четыре обезьяны. Вот. Вот. Значит, вот что-то нечет. Соответственно, как только, да, попадают в одну группу, уже все. Ну и пример какой-нибудь привести. Ну, у Миши такой пример. Он, наверное, пощадил, он пощадил, значит, своих товарищей по отряду надежда, потому что самый простой пример выглядит еще более брутально. У одной обезьяны нет ничего. У другой есть один банан. У третьей один, кто там был? Ананас. А у четвертой банан и ананас. И понятно, что они ничего не могут поделить. А, ну, тут интересный вопрос. Несколько. Это ноль или нет? Вот ноль, это несколько? Интересно. Это надо спросить филологов. Есть ли филологи здесь? Кто скажет, ноль, это несколько или нет? Смотря, как смотреть. Вот хороший филологический гуманитарный ответ. Смотря, в какой ситуации. То есть, в некоторой ситуации несколько, это, ну, можно сказать, ноль. Здесь надо договариваться. Здесь надо договариваться. Но так или иначе все понятно. Можно было бы прибавить еще по четыре банана каждый, тогда как бы вообще пример тоже был бы верный. Так. Вот это такая задача медитативная. Медитативная задача. Число можно заменить на произведение его двух слагаемых. Натуральное число, да, можно представить в виде суммы двух натуральных слагаемых и заменить. Но она тоже устная. Это тоже устная задачка. Там только одна неустная, это вот этот 7 на 7, которая такая с подковырочкой. Вот. Значит, можно заменить на произведение двух своих слагаемых. Как из семерки получить 13? подумаем немножко. Подумаем немножко. Подумаем немножко. Не видно условия. число N натуральное можно заменить на произведение двух его слагаемых. То есть, любым образом, представьте, в виде A плюс B, где A и B натуральные, и потом написать вместо N число A умножить на B. Нужно с помощью таких действий из 7 получить 13. Придумали? Так, каким образом? Из 7 делаем 10, да? 6. А вот тут 10. Так. Да. Да. Хорошо, да. Есть вариант. Есть еще, да, вариант? Нет, 7, это же 6 плюс 1, то есть, из 7 можно сделать 6. А? Не, 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 нет, 7 надо представить в виде A плюс B и потом заменить на A B. То есть, например, можно написать 7 равно 6 плюс 1, но тогда мы 7 на 6 заменим. Но здесь предложили очень правильную идею, что нам все-таки надо увеличить. Тут, значит, главная идея такая, что из числа N всегда можно получить N минус 1. Поэтому задача сводится просто к тому, чтобы получить из 7 что-то большее, 13. дальше вниз по единичке вы спуститесь. Понятно, да? То есть, каждое число представляется в виде суммы единицы предыдущего, и когда вы замените, вы получите как раз предыдущее. 14 равно 1 плюс 13, поэтому 14 заменяется на 13 умножить на 1. И если вы стартовали с любого большого числа, то… Ну, а дальше уже дело техники. 7 равно 2 плюс 5, мы превращаем 7 в 2 раз 5, 10. 10 равно, например, там, ну, я, когда решал 3 плюс 7 написал 21 и дальше спускался к 13 долго и муторно. А вот Миша на решение, авторский способ, вот, 10 заменяется на 16 и все. Вот, 10 на 16 и вперед 16, 15, 13, 14, 13. Так, это все, да, вот пояснение, что так как х это 1 плюс х минус 1, то мы можем спускаться вниз. Так, итак, теперь мы окончательно переходим на доску. Сейчас будет немножко более тяжелая артиллерия. Значит, сейчас я сформулирую две задачи сразу, потом я еще вам на дом дам. У меня есть на дом, но это в конце уже совсем. две арифметические задачи и потом одна логическая задача для пятого класса. Но в пятом классе ой, не все ее. Нет, давайте с нее и начнем. Значит, итак, сейчас я приведу самую муторную задачу олимпиадную за пятый класс, которую большинство взрослых людей просто не понимает условия, не может понять вообще, даже если пытаться объяснить сто раз. То есть, вот эта задача это тест на исходные математические способности. То есть, пятиклассник ее может в принципе решить, подумав сильно долго, такой гениальный пятиклассник. А взрослый никогда, если он не был связан с математикой, математику не любит и не понимает. Итак, 30 школьников отправились в поход. В походе они стали выяснять и выяснилось, что из любых десяти школьников, из любых десяти школьников, можно выбрать трех учащихся в одном классе. Доказать, что среди этих тридцати школьников не менее восьми одноклассников. То есть, есть восемь человек из одного и того же класса. Повторить? Повторяю. Тридцать школьников некоторой школы пошло в поход. И оказалось. Интересно, как это оказалось? Это отдельный вопрос. Как это оказалось? Смотрите, так, давайте переместим на доску обратно. Я сейчас буду эту задачу медленно и нудно разбирать. Внимание, я ее решал 40 минут, но решил. Так, я ее решал 40 минут, но решил. Вообще, я, честно говоря, тупой и очень долго думаю. Еще в 50 лет человек тупее, чем в 40 был в два раза, а в 40 тупее, чем был в 30 два раза, в 30 тупее, чем в 20 два раза. Поэтому я тупее себя в 20 лет восемь раз. Что? В 10 непонятно. То есть я где-то с 20 начинаю вот этот вот отсчет, когда ко мне подходит, например, человек и говорит, Алексей Владимирович, подходит ко мне человек там после лекции или где-то в интернете иногда кто-нибудь спросит там под какое-нибудь видео, да? Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, мне не поздно заниматься математикой, я ее очень люблю. Я вроде способный, задачи умею решать. Я говорю, сколько вам лет? Он говорит, 40. Я говорю, нет, совершенно не поздно, но вы университетскую программу пройдете за 20 лет. А учитывая, что через 10 лет прохождения вам будет уже 50, то еще дальше следующие 10 лет тоже, то есть будет не за 20, сейчас на самом деле нужно решать дифференциальное уравнение по скорости старения мозга и скорости постижения вами этой программы, да? То есть скорее где-то к 67 годам, если все там проинтегрировать правильным образом, вы закончите мехмат. Да? Что? Ну попробуй. Что делаем? 30. Нет, но они будут в разных классах. Это три одноклассника одного класса, это три одноклассника другого класса, это три одноклассника третьего. В каждой десятке три одноклассника. Вот в этой три одноклассника, в этой три одноклассника и в этой три одноклассника. Но они одноклассники-то в разных классах. Что, есть? Да, ну что? Нет, там же они будут, там вот ты сдвинул, и те три были одноклассника, а теперь вот эти три одноклассника. То есть они совершенно… Нет, нет, решение, вот я никакого простого решения не знаю. То, что я буду разбирать, будет довольно сложным. Да. Так. Предположим, что у нас нет восьми одноклассников. Что? Максимум семь. Так. Не менее пяти групп. Не менее пяти классов, да. Так. Короче, начало, в принципе, правильное. Начало правильно. Там надо аккуратно все это проговорить. Да, то есть если есть по два человека, то мы уже пришли к противоречию. Ну ладно, я засчитываю. Я засчитываю. То есть это доводится быстро до строгого правильного решения. Молодец. Как зовут? Какая школа? Какой класс? Девятый класс, да? Как зовут? Инна. В общем, Инна изложила на самом деле правильное решение, но я как бы его сейчас… Я его сейчас изображу так, чтобы оно было прям всем понятно. Вот сразу всем понятно. То есть я сейчас изображу. Там тоже, да, было решение? Ну, молодцы. В общем, все, кто смог это быстро понять и решить, все большие молодцы. Я хотел сказать первое, что сама идея… Вот я впал в ступор, знаете, в какой момент? Когда я подумал, как они перебрали все десятки из тридцати. Это же цей с тридцати по десять. Это как они перебирали? И вот я как этой идиотской мысли, я как вот встал, я думал, интересно, сколько времени надо перебирать все десятки из тридцати, да? И эта мысль меня отвлекала от решения задачи. Вместо того, чтобы спокойно решать задачи, допустив, что они это перебрали мгновенно на будущем квантовом компьютере и все выяснили. Нет, я все думал, как же они перебирали? Как же они перебирали? Это огромное число, да? Количество десяток из тридцати. Чему оно примерно равно? Ну, я думаю, что это много миллиардов. Я сейчас там сразу не скажу, но кто-нибудь посчитает, сейчас скажет. Значит, что я сделал дальше? Разумеется, предположил, что нет никаких восьми из одного класса. То есть действовал, конечно же, от противного. И теперь я построил диаграмму классов по убыванию. А именно, вот из класса номер один больше всего детей. Значит, мы должны отсчитать вверх сколько-то, но не больше, чем семь. Из класса номер два, ну, может быть, столько же, как в предыдущем, но не больше. Мы их просто упорядочим по убыванию. Из класса номер три, из класса номер четыре, из класса номер пять. Ну и, наверное, нам на самом деле уже хватит. Может быть, эти еще есть, но пять классов есть минимум, как очень правильно заметила Инна. Потому что раз не более, чем по семь, то семь и четыре, двадцать восемь, да, не хватает. Так, рисуем вот такую линию. И, соответственно, наша диаграмма разбиения по классам находится целиком под вот этой чертой. То есть выглядит что-то вот в таком вот роде. Вот это вот там одноклассники этого класса, одноклассники этого. Ну и количество квадратиков в нашей диаграмме, это называется диаграмма Юнга по-научному, количество квадратов в нашей диаграмме равно… Кто слушал? Три. Молодцы. А то я думал, как с этим с поездом. Представьте, что вы машинист поезда, который везет три вагона ОВСА, пять вагонов нефти, четыре вагона с бронетехникой, пять вагонов с… Ну и, короче, я долго-долго должен перечислить, а потом спросить вас, как зовут машиниста. У меня есть анекдот, да, такой классический детский анекдот. А там суть в том, что вначале я сказал, представьте, что вы являетесь машинистом поезда. Ну вот так же здесь, пока еще это все решаем-решаем, и уже мысль выпадает. Обычно, когда я беседую со взрослыми родителями умных школьников, сын решил или дочка? Папа, блин, в упор не понимает решения. И вот, значит, как бы, чтобы… То есть главное сосредоточить внимание на этом. Да, мы нарисовали диаграмму, в ней 30 клеточек, она выглядит вот так, и все находятся не выше этой черты. Ну, может быть, что она начинается с 7, например, это пожалуйста, но не выше. Так, какое… Какое еще нужно сделать… Дальше нужно сделать два варианта действий. Первый вариант состоит в том, что… Вот я сейчас проведу на уровне 2. На уровне 2, вот так вот. Вот это уровень 2. И спрошу себя, вот здесь еще есть кто-то или уже ниже? Ну, давайте так. В принципе, ну, вообще говоря, может и есть. Но что мы делаем тогда? Вот они, да, в этом случае, вот противоречие. Противоречие. Видите, да, как оно устроено? Если здесь еще что-то есть, то есть, если в пятом по порядку численности классе учатся не менее двух детей, то мы берем по два ребенка из каждого из первых пяти классов и приходим к противоречию. все, да? Все, да? Отлично! Значит, здесь идет падение сюда. Здесь уже ничего нет. Ну, то есть, точнее, случай, который осталось рассмотреть. Ну, да, нет, здесь ничего нет, потому что мы от противного рассуждаем, да, мы должны прийти к противоречию. Вот. Ну, а тогда, тогда посмотрите на вот эту территорию. Сколько в ней клеток? 20 ровно. Вот это 4, это 5. Вот это 20 клеток. А диаграмма обрывается здесь и дальше идет ниже. Следовательно, под черной чертой сколько? Не менее 10. Раз здесь не более 20, значит, вот здесь до бесконечности, ну, как бы до конца, не менее 10. Ну, эти, вот эти 10, они уже противоречия. То есть, может быть, мы не по 2 взяли. Несколько по 2, остальные все по 1, но это не важно, все равно противоречия получена. Итак, вот решение, да? Первое. Первое. Нужно записать это правильным языком. Правильный язык, здесь диаграмма Юнга, то есть распределение школьников по классам в порядке убывания. Можно догадаться до такой идеи? В принципе, можно. Вот если вы каждый день прорешиваете по 7-8 олимпиадных задач, как делал Мишка, да, то у вас нарабатываются трюки. Вот эти трюки у вас перебираются потом в голове. Каждая новая задача, она может из старых трюков что-то взять. И вот этот вот трюк, да, что вы располагаете в порядке убывания, да, в порядке убывания. И это очень удобный способ изображения. Потом уже начинается все, дальше все понятно. То есть выше, если выше, ну как бы мы хотим от противного рассуждать, значит, соответственно, если бы не было 8 человек в одном классе, значит, вся диаграмма распределения по классам ниже семерки. Если здесь все еще на уровне двойки, то мы берем эти первые 5, по 2, и мы получаем противоречие. Если здесь уже ниже двойки, тогда гарантированно диаграмма распадается на две части, которые вот здесь и которые вот здесь. Здесь не больше 20, значит, здесь не меньше 10. И опять противоречие, потому что мы берем из них 10 и никаких трех одноклассников нет. Вот такая задача и такое решение. Потерпите еще две ужасно красивые задачи. Давайте. Так, потерпим. Не, вы еще не хлопайте. Не, 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 нет, сейчас будут еще две задачи. Я вас еще чуть-чуть помучу. Чуть-чуть. Столько времени, сколько нужно разобрать две очень красивые задачи. А одна из них, ну ладно, давайте вообще ничего не буду говорить, просто сформулирую. Задача. Можно ли предъявить 11 целых чисел? Таких, что произведение любых пяти строго больше произведения остальных шести? Великолепная задача. Я помню, я восторгался, помнил автора, сейчас забыл фамилии. Ну, кто-то из наших задачных композиторов знаменитых. У нас такой, такой. Ответ какой? Ну, давай, давай. Да, но там могут быть отрицательные. Могут быть отрицательные. Целые числа. Целые. Итак, можно ли предъявить 11 целых чисел таких, что произведение любых пяти из них строго больше произведения оставшихся шести? Я вам скажу, задача убойная. Убойная. Сейчас я вам расскажу неверное решение. это задача с этого СЕРОСа по математике этого городского тура в Москве. Мишка ее тоже неверно решил, но в отличие от меня он заметил потом ошибку и перерешал. А я не заметил. Итак, ответ нельзя. Доказательства. Рассмотрим вот такое вот соотношение А6, А7, А8, А9. Так, ничего не видно. Сейчас. А куда я дел хорошие-то, которые мне потом принесли? Я их сюда, что ли, делал? Ага, точно, точно, точно. Вот. А8, А9, А10, А11. Ну вот, возьмем одно такое соотношение и выпишем все такие соотношения. Все. Ну, наверное, в начале надо заметить, что нулей среди этих чисел быть не может. Нулей среди этих чисел быть не может. Давайте быстро поймем, почему не может быть нулей. Да, получается ноль, но как бы, а дальше? Да, как-то да. Ну да, надо посмотреть, сколько как бы положительных, сколько отрицательных и довольно быстро прийти к противоречию. то есть, если у нас, вот, например, там отрицательных есть как минимум шесть, ну тогда возьмем, значит, сейчас, нет, не так, если положительных есть как минимум шесть, то это уже противоречит сразу, потому что мы их туда направо фигачим, а пять с нулем налево, и вот ноль больше, чем произведение положительных. Если положительных нет шесть, то у нас как бы как минимум пять отрицательных, и дальше, если отрицательных ровно пять, то тогда мы берем два отрицательных и четыре положительных, и ноль туда, а если отрицательных шесть и больше, то шесть отрицательных направо и опять будет положительное. Ну, а двух нулей не может быть, потому что иначе мы и туда, и сюда можем делать ноль, и будет ноль больше нуля, что противоречит. Вот, то есть у нас, значит, нулей… То есть еще раз, давайте, да, аккуратно. Двух нулей не может быть, потому что я их могу сунуть влево и вправо, и получится неравенство ноль больше нуля, противоречащие условия. Один ноль, если есть, тогда посмотрим, сколько положительных. Если их шесть, то это уже противоречия, мы их сунем направо. Если отрицательных шесть, тоже противоречия сунем направо, да. А если их ровно по пять, возьмем два отрицательных и четыре положительных, сунем направо. То есть ноль исключается. Все числа отличны от нуля. И у меня получается вот такой набор неравенств. Теперь я делаю следующее. Я их перемножаю. Все. Все эти равенства. В силу симметрии слева каждая А будет в одной и той же степени. Согласны? И ее даже очень просто посчитать с помощью биномиальных коэффициентов. Сколько есть у меня С из 11 по 5. Вот таких вот будет. Таких неравенств. С два С из 11 по 5. То есть мне нужно перебрать все варианты, взять 5 из 11. С из 11 по 5 таких неравенств. Делим на… Так, сейчас. И делим на 5, наверное, да? Нет, не на 5. Не на 5. Неправильно говорю. Умножаем на 5. Да? И делим на 11. Вот кажется вот так. Потому что мне нужно получить количество букв слева. Количество букв в 5 раз больше количества неравенств. Каждая буква встречается, ну, как бы, то есть, понятно, одинаковое количество раз. Значит, соответственно, делим на 11, чтобы получить конкретную букву. То есть альфа равно вот этому числу. То есть 11 факториал делить на 5 факториал на 6 факториал умножить на 5 делить на 11. То есть 10 факториал делить на 4 факториал на 6 факториал. То есть c из 10 по 4. Отлично. Значит, альфа это c из 10 по 4. Ну, как бы, в принципе, даже не важно. Важно следующее. Важно то… Извиняюсь. До конца, правда? До конца. Все пошли при перемножении. Так, и это больше, чем а1 в степени бета, а2 в степени бета, так далее, а11 в степени бета. Вот. Ну, да. Ну, дальше я это сокращаю на разность между альфа и бета и получаю, что… Так. Получаю, что единица больше произведения. Ну, короче, ладно. Это решение неверное просто потому, что я забыл, что они могут быть отрицательные. Но я вообще как-то посокращал, написал там типа 1 больше, чем произведение альфа в каких-то степенях. Более того, возможно, даже если взять здесь бету минус альфа, она окажется четным, и тогда вообще вроде как противоречие будет. Это решение неверно еще раньше. Знаете, когда оно неверно? Да! Мы не имеем права перемножать неравенство, когда есть отрицательные и положительные части. 1 больше минус 7. 1 больше минус 5. 1 умножить на 1 меньше минус 5 на минус 7. Перемножать неравенство нельзя. Это грубая ошибка, за которую я должен был получить 2 по алгебре в 57-й школе. Ну вот, и все на смарку. И что делать? Что делать-то? Ну вот дальше, если честно, что делать я не знаю, потому что Мишка до решения догадался. Я за нормальное время не догадался и сдался. Ответ. Такие числа существуют. Ну, наверное, уже вымучили, наверное, мозги достаточно, чтобы уже выписать ответ, правильно? Давайте возьмем 10 минус единиц. И одно положительное число, например, мой день рождения со знаком плюс. Ну, можно и двойки достаточно. Любое положительное натуральное число. Если слева оно встречается, то кроме него 4 минус единицы. То есть, если вот мы среди 5 оно есть, то остальные 4 это минус 1. Минус на минус дает плюс в количестве 4, да? То есть, слева 13. А справа? Что справа? Нет, положительное. Там 6 минус единиц. Но какое? 1, да. То есть, если 13 встречается, то у нас написано верное равенство, что 13 умножить на 4 минус единицы равно 6 минус единиц, умноженных друг на друга. 13, безусловно, больше единицы. А если 13 слева не встречается, то что написано? Минус 1, минус 1, минус 1, минус 1, минус 1 больше, чем 13 на то же самое. Дисклеймер. Я не знаю, как можно было решить эту задачу. Это только прозрение. Только. Ничего другого. Я не знаю. У меня нет никакого подхода, никакого метода. То есть, это задача из серии, к которым невозможно подготовиться. Можно либо догадаться за разумное время, либо не догадаться. Ну, красиво, правда, да? Существует пример. Вот он, пожалуйста. 13 и минус 1 в количестве 10. Или любое другое. Двойка и минус 1. Ну что, последнюю задачу. Тоже на тему… А, это последняя задача из Холивара с Трушином. Знаете, такой Боря Трушин, да? У нас с ним был Холивар. Я написал, что это его задача, он ее придумал. И, значит, он… Я написал, что я не решил ее ни за какое разумное время. И когда я ее решил, наконец, за неразумное время, потому что я прям в метро ее решал, в МЦК решал, я написал, что… Я объявил в интернете, что эта задача не может быть предложена школьникам, потому что она выявляет только как бы либо случайность, либо какую-то сверхгениальность, но никак не… Там, какие-то способности. А он потом ответное выложил, что ни хрена подобного. Можно было вот это вот догадаться, до этого догадаться, да? Вот. А задача такая. Можно ли предъявить шесть чисел, на этот раз натуральных, таких, что произведение любых двух не делится на сумму, а произведение любых трех делится на сумму? Можно ли предъявить шесть натуральных чисел? Что, пришил? Нет, сумма всех вот шести. То есть, да-да-да, хороший вопрос. Уточнение, чтобы было все понятно. Вот такую сумму. Да. Вот. То есть, нам нужны шесть чисел или доказать, что их не существует? Что никакие два приумножения не делятся на сумму всех шести, а любые три приумножения делятся на сумму всех шести? Ну вот. Может, какие-то, знаете, идеи, что ли, будут? Вот как сказать? Вот вокруг чего эта задача? Нет, немножко сложнее. Условия. Условия. Придумать или доказать, что не существует шесть натуральных чисел, таких, что произведение любых двух из них не делится на сумму всех шести, но произведение любых трех делится на сумму всех шести. Я фыркнул, написал свое фи, что как бы решил случайно, как будет решать заурядный школьник, идущий на алимпиаду, я не знаю. Боря ответил, что нет, там совершенно очевидно угадываются некоторые идеи сразу. Вот. Ну и произошел наш обычный с Борей, этот сам, небольшая дружеская перепалка. На самом деле это все ради пиара, естественно, делается. Мы с ним в прекрасных отношениях находимся. Вот. Это все на сцену просто. Так, ну что, на какую тему? Громче. Единичками не получится. Три единички произведения ни на что не поделится. Да. Да. Так. Это очень горячо. Это что-то уже горячее. Это что-то горячее. Я сейчас… Вот. Может, кстати, может быть, что… Может быть даже, что альтернативное решение может быть получено так. Вот. Еще какая идея? Просто пример, да? Вот, мы тут идеи обсуждаем, а человек просто встанет и приведет пример. Вперед! Надо же. Ну, сейчас посмотрим. Так. 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 Давай, пример в студию. Пример в студию. Да, пока все не разбежались. YouTube.com. Маткульт, привет! Так. Держи красный фломастер, пиши здесь. Шесть. Так. Сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Восемнадцать. Восемнадцать. А, все-таки разли… Я, слушай, я, наверное… Да. А, нет, 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 все равно не получится. Трижды, трижды три не делится на восемнадцать. Двадцать семь. Двадцать семь не делится на восемнадцать. Но на самом деле я прошу прощения. Даже если бы этот пример был правильный, я виноват. Я не сказал, что они все должны быть различные. Но этот неправильный, потому что трижды, трижды три – это двадцать семь. Да, на общую. Да, 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 на общую. Так, ну давайте продолжим исследование. Ну, в общем, смотрите, на самом деле это задача про делимость на простые числа, конечно. Вот я думаю, что идея с двойкой, это доводится до конца, я думаю, но я не знаю сейчас. Но у меня была, как бы, когда я думал об этом, постепенно у меня возник… О, ну… Нет, нет, это деление, это деление без остатков. Значит, возникла идея, что сумма должна делиться на п, ну, в квадрате, да, вот как-то делиться на п квадрат. Нет, на п в куб, да, сейчас, да, вот как бы сумма как-то делится на п в куб или даже равна п в куб, да, равна, например, п в куб. А каждый из них делится на п один раз, понимаете, да, идею? Вот если бы мы это воссоздали, то все. Согласны? Вот у вас сумма, она равна п в куб, да? Дальше все понятно, да? Произведение любых, то есть каждая из них делится только на одно п, а сумма делится на п в куб или просто равна п в куб. Если мы так подберем, то мы, в принципе, все решим, потому что произведение любых двух будет делиться только на п квадрат, в силу свойства делимости на простые числа, и поэтому на п в куб не разделится. А произведение любых трех уже на п в куб делится. Ну и осталось как бы дело за малым придумать так, чтобы это было такого вида. Но если мы говорим, что каждая делится на п, то задача-то превращается в какую? Так, давайте, па с волной, пб с волной, с равно пс с волной, д равно пд с волной, е равно пе с волной, и ф равно пф с волной. И тогда у меня получается, что сумма равна п на сумму вот эту вот а с волной плюс так далее плюс ф с волной, и мне теперь надо что сделать? Чтобы вот это было равно п квадрату. То есть чтобы после деления на п эти числа в сумме давали п в квадрате. Просто набрать какие-нибудь шесть чисел, которые дают какое-то п в квадрате. Как только я набрал шесть чисел, которые дают какое-то п в квадрате, при этом ни одно из них на п не делится, я задачу решил. Потому что теперь умножая их на п, я получаю, что сумма делится на п в кубе, и все. Ну и дальше, конечно, ну не знаю, может Боря и прав, что-то я сейчас подумал, что не так уж сложно догадаться до этой идеи. Ну берем 25, например, 25 уже запросто раскладывается. 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 7, плюс 8. И вот вам получается ответ, который я и получил. 5, 10, 15, 20, 35 и 40. Вот числа. В сумме дают 125. Каждая из них делится на первую степень пятерки, поэтому произведение двух из них не делится на 125, а произведение любых трех делится все. А, может Боря и прав, кстати. Не так сложно, да? То есть вот надо было догадаться до этой одной идеи, что сумма как бы делится на п в куб. Вот эта вот п в куб, просто сумма равна даже п в куб. После этого сокращаем на п, получается, что нужно просто подобрать 6 чисел, не делящиеся на это простое, которые в сумме делятся на простое в квадрате. Ну, дело техники. Так, друзья, на самом деле на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Поднимите руки те, кто здесь когда-либо до этого были. Нормально. Остальных всех приглашаю подписаться. Мне кажется, что мы побили рекорды, которые когда-либо присутствовали на моей лекции, где бы то ни было. Субтитры создавал DimaTorzok